Вновь на поле в Одессе состоялся турнир среди ветеранов футбола. Уже традиционной этой игрой почтили память воспитанника Одесской футбольной школы Ильи Цимбаларя. Место проведения выбрали не случайно. Именно эту спортивную базу Черноморис в Отраде можно считать настоящей кузницей титулованных футболистов. Сейчас мы закончили этот турнир. Вы видели, я решили выиграл в тяжелой борьбе. Это прекрасная команда «Легион». Команды были все, пять команды равные. Третье место Автомирис по пенальти выиграл. Вы видели, мечта. Наш один из лидеров. Он сравнял счет на последней минуте и по пенальти проиграли. Но это футбол. Поэтому проигравших в ветеранском футболе не бывает. Все выиграли, все здоровы. Всем удачи хотел пожелать ветеранам. И также смотреть с оптимизмом и не болеть ни в коем случае. Стоит отметить, что ветеранские футбольные матчи проводятся из года в год. Звезды одесского футбола стараются регулярно поддерживать себя в форме. При этом подобными соревнованиями отдают дань памяти и уважения тем своим коллегам, кто не дожил до наших дней. Сегодня это были, допустим, если говорить о решелье, участники вот этого финала, то это были воспитанники футбольного клуба «СКА» и «Черноморец». Сегодня этого уже нет, потому что в «Черноморце» играют дети, юноши Киевского «Динамо», которые станут ветеранами через долгие годы. И произошел разрыв в становлении ветеранского футбола. В связи с этим, конечно же, все продолжается, но продолжается не в тех объемах и не в том качестве. В этом турнире памяти Ильи Цымбаларя принимали участие пять команд. В финальный матч вышли команда «Легион» из Черноморска и Одесский клуб «Ришелье». Со счетом 1-0 одесситы одержали победу. Спортсмены рассказывают, спортивный азарт по-прежнему никуда не делся, уступать никто не хочет. Уже совсем скоро, к слову, легенды одесского футбола сыграют турнир памяти Александра Погорелова. «Команда заняла первое место. Очень сложно слаживался турнир и игра, конечно, финальная. Она тяжело прошла в напряженной борьбе. Мы играли с командой «Личевска». Достойный соперник. Хорошо себя проявил на протяжении турнира. И сложная игра складывалась, поэтому, в общем-то, мы приложили максимум усилий для того, чтобы одержать победу в сегодняшнем матче». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!